Встречались с проблемой, что водители просят переводить? Встречался, неоднократно, практически каждый день встречаюсь с этим. Но только муниципальные, в общем, можно рассчитаться по карте, которые автобусы ходят, и они в основном. А в этих в основном вообще нет терминала, ничего нет. Эта проблема для краевой столицы и всего региона не нова. Барнаулицы регулярно жалуются в соцсетях, что такие валидаторы для оплаты картой есть далеко не на всех маршрутах. Некоторые даже пишут жалобы в надзорные ведомства. Так, за год в налоговую службу обратилось 10 человек. Подскажите, пожалуйста, а валидатором пользуетесь на маршруте? У нас не предусмотрен. Не предусмотрен валидатор? А почему? А вы с какой целью спрашиваете? Ну, просто есть же закон, который предусматривает, что валидаторы должны быть во всех автобусах. Это не ко мне вопрос. По федеральному закону терминалы должны быть в каждом транспортном средстве, на котором перевозят людей. А если просят перевезти на карту, то отказываете? Да, отказываю. Говорю, что вот терминал. Я специально для вас сделали терминал для пассажиров, для удобства. А подскажите, пожалуйста, а по терминалу многие рассчитываются? Очень много. Процентов 70? Ну, не 70, ну 50 точно. Как отмечают в налоговой, на больших автобусах, многие из которых обслуживают муниципальные маршруты, валидаторы используют активно. А вот в «Газельках» нет. Здесь зачастую висят объявления с реквизитами для перевода денег на карту, а то и номер телефона. Выходит, до сих пор многие маршрутки в Барнауле ездят без терминалов для оплаты. При этом, по данным налоговой службы, онлайн-кассами обеспечен весь общественный транспорт города. У нас нет переводов. Наличный расчет. А если с банковской картой? Мы не садим таких пассажиров. Вы гоняете, если кто-то безналичный? Ну, мы же предлагаем услугу, получается, как сказать, за наличный расчет. А какой закон? Убери ты камеру. Не прикасайтесь, пожалуйста, к камеру. Перевозчики на камеру говорят, что и сами страдают от нечестных водителей. Ведь в таком случае деньги за проезд идут мимо кассы организации. Система безналичной оплаты переводов на телефоны водителей – это позиция водителей. Юридическим лицам это невыгодно. А пассажиры, в свою очередь, ну, наверное, с какой-то жалости к водителям, переводят им денежные средства на телефоны. В этом году налоговая провела несколько рейдов по соблюдению закона водителями общественного транспорта. Из-за отсутствия онлайн-касс барнаульским организациям выписали больше тысячи предупреждений. Ребенок поехал, у него денежных средств не оказалось, или он не умеет, у него есть карточка, но он не умеет переводить по телефону. Ситуация, ситуация. Что тогда для этого необходимо сделать? А у него есть, он имеет право безналично рассчитаться, у него есть карточка, на которой есть деньги, а ему такую возможность не предоставил автоперевозчик. Это тогда как получается. Поэтому я считаю, что здесь тогда надо ставить вопрос, чтобы данные пассажиры, они проезжали до своей остановки безвозмездно. Налоговики сейчас внимательно отслеживают перевозчиков на предмет получения доходов и расходов, официальной отчетности. Если теневые оплаты за проезд продолжатся, фирмы будут активно привлекать к административной ответственности. Организациям-нарушителям грозят штрафы до 40 тысяч рублей. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком.